Субтитры создавал DimaTorzok 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 Будут праздновать люди всегда, В воскресенье Христа, победителя. Все, чем люди годятся тебе, Умолиться, утратить значение, Но великими будут победствия Христа и Его в воскресенье. Он из мертвых воскресенье, Он из мертвых воскресенье, Аллилуйя Христа, мы поем, мы поем. Смертью, смертью поправ, И нам жизнь здоровам, Мы от радости этой хвалу поснили все. Ни за что, ни за что, ни за что Мы с воскресенье Христом не разручимся, Вместе с Ним мы по жизни пойдем, Святой жить только с Ним. Мы научимся никому, никому, никому Не закрыть солнца правды божественной, Свет Его светит миру всему, В воскресенье Христа, День торжественный. Он из мертвых воскресенье, Он из мертвых воскресенье, Аллилуйя Христа, мы поем, мы поем. Смертью, смертью поправ, И нам жизнь здоровам, Мы от радости этой хвалу поснили все. Он из мертвых воскресенье, Он из мертвых воскресенье, Аллилуйя Христа, мы поем, мы поем. Смертью, смертью поправ, И нам жизнь здоровам, Мы от радости этой хвалу поснили все. Мы от радости этой хвалу поснили все. Мы от радости этой хвалу поснили все. Он воскрес, и отвлекается песня в сердцах Он воскрес, он воскрес Небесные двери отныне открыты И для тебя, и для меня Теперь ты свободен, их и все забыты Он взял их на себя Он воскрес, я точно знаю И теперь я понимаю Моя жизнь, как лучи счастья С ним легко и безопасно Он воскрес, и это чудо Я пою по нем повсюду И звучит благая весть Христос воскрес Слышишь, как птицы поют Слышишь, как птицы поют Он воскрес, он воскрес И распустились мы, ты говоря Он воскрес, он воскрес Разве не чудо, но разве не радость И для тебя, и для меня Прими его милость, как дивную благость Дарить тебе любя Он воскрес, я точно знаю И теперь я понимаю Моя жизнь, как лучи счастья С ним легко и безопасно Он воскрес, и это чудо Я пою о нем повсюду И звучит благая весть Христос воскрес Он воскрес, я точно знаю И теперь я понимаю Моя жизнь, как лучи счастья С ним легко и безопасно Он воскрес, и это чудо Я пою о нем повсюду И звучит благая весть Христос воскрес И звучит благая весть Христос воскрес Христос воскрес Знаете, для меня до сих пор в сознании стоят слова Не теряемый друг надежды В педах и скорбях Действительно, как необходима надежда Каждому из нас Как она необходима была тогда ученикам Не зря мы пели Ангел говорит Пойдите, скажите Христовым друзьям Воскрес он из гроба И нет его там Христос воскрес Действительно, это чудо Это радостная весть Для каждого из нас Для всех в целом И для каждого из нас Как личности Потому что в воскресении Христа Мы многое имеем 1 Коринфянам 15 глава С 1 стиха Павел пишет такие слова Напоминаю вам, братья, Евангелие Которое я благовествовал вам Которое вы и приняли В котором и утвердились Которым и спасаетесь Если преподаны и удерживаете так Как я благовествовал вам Если только не тщетно уверовали Ибо я первоначально преподал вам Что и сам принял Что есть То есть Что Христос умер за грехи наши По Писанию И что Он погребен был И воскрес в третий день По Писанию Один человек сказал Если Иисус воскрес из мертвых Вам придется принять все Что Он сказал Если же Он не воскрес из мертвых То какая разница Что Он сказал Решающий вопрос заключается Не в том Нравится ли нам Его учение А в том Воскрес ли Он из мертвых Действительно Господь воскрес из мертвых И я думаю Что каждый из нас На сто процентов Уверен в этом И размышляя о Пасхе Ну мы сегодня Люди Может быть Задают подобные вопросы Как и тогда Ученики Или народ Народ того времени Как же это все было Как же это все получилось Как же это все произошло Каким образом Господь воскрес Каким образом Иисус Что было за новое тело Как Он мог явиться ученикам И в то же время Явиться Потом исчезнуть И в то же время Он ел перед ними И я думаю Многие подобные вопросы Люди задавали тогда Люди может быть Задают их сейчас Из той серии Мы пытаемся найти ответы Люди пытаются найти ответы Что значит триедин Бог И люди пытаются Какими-то В каких-то своих Опять же Это в рамках нашего понимания Нашего познания Кому Насколько Бог открыл Кому-то больше Кому-то меньше Понять И осознать Привести какие-то примеры Ну с чем это можно сравнить То же самое триединство Люди говорят Ну какой простой пример Вода И три состояния Пар Пар Жидкое состояние И твердое И вот как-то На своем уровне Ну опять же Насколько Бог открыл Насколько это нам понятно Насколько это подходит Для нас Мы пытаемся Это как-то Вот так вот Объяснить Рассказать Понять Павел говорит Что я стремлюсь Я всем сердцем Всем своим естеством Я хочу познать его И вчера мы слышали Эти слова В послании к Филиппийцам Он пишет 3.10 Чтобы познать его И силу воскресения его И участие в страданиях его Сообразуясь в смерти его Чтобы быть ближе к нему Чтобы познать его волю Познать его самого Познать его любовь Благодаря которой он Соделал вот это Благодаря которой мы имеем Сегодня то что мы имеем И сразу можно сказать Что для того чтобы воскреснуть Ему нужно было Ни много ни мало Умереть И вообще Что значит Сегодня эти слова Когда мы говорим Христос воскрес Что они значит для меня Это может быть год за годом Повторяющаяся фраза Которую В определенное время Мы подходим к этому событию К этому моменту Или может быть это Исторический момент И опять же мы да Мы соглашаемся с этим Но я абсолютно уверен Что если мы сегодня Находимся здесь То для нас это гораздо больше Чем просто история Чем просто какие-то Исторические события С которыми мы согласны Я в свою очередь Хотел прочитать Опять же О тех событиях Которые происходили тогда Сегодня это место читалось Но мы еще раз прочитаем его Это Евангелия от Луки 24 глава С 13 стиха Лука пишет такие слова Это как бы одна из Отрывок из События Воскресения Христа В тот же день Двое из них Шли в селение Отстоящей стадии на 60 От Иерусалима Называемая Маус Двое из них Двое из учеников Дальше видим Кто это был Почему они шли Для чего Может быть Как и все ученики Они были в растерянности Знаете Представляя себе Эту картину Как это все было В растерянности В какой-то Может быть В какой-то Испух в сердце Может быть Тревога Еще что-то Почему Зачем Маус Совсем недалеко От Иерусалима Буквально там 10 километров Сколько Два часа Где-то Можно Через это Расстояние пройти И Они идут Они идут И Написано Они размышляют О всех Этих событиях Которые были Которые имели Место в их жизни Но я думаю Что Самым таким Знаете Вопросом Много у них было Вопросов в то время Но основным вопросом Был Вот так вот Стоял в их сознании А что же дальше И как же нам Поступать дальше Учителя Того который Тот Который собирал нас Который вел С собой Три года Я думаю За это время Они достаточно Стали близки Они достаточно Привыкли И Теперь вот Его не стало Тот который вел Который учил Который учил Действительно Направлял Он оставлял их И теперь Его не стало А Ведь столько Надежд Они возлагали На него Столько Планы Может быть Были Какие-то У них И Столько Чудес Он творил И И Действительно Что Даже Из Иудейских Начальников Пришел Человек Говорит Что Ну не Может Человек Просто Так Сам От себя Такое Творить Если Не будет С ним Бог Действительно Это был Не просто Учитель Не просто Врач Не просто Тот Обыкновенный Человек Не всякие Сомнения Это был Необыкновенный Человек И Ну что же Произошло Как же Так Получилось И вот Они идут Размышляют Как же Так Получилось Что Буквально За какие-то Несколько Три Четыре Дня Ну если Так Брать От событий Его Въезда В Иерусалим За какие-то Несколько Дней И вот Что произошло Что пошло Не так Где мы Как бы Оступились Или где Какая-то Осечка Произошла Что Его не стало Вместе с ним Теперь похоронены Все наши Надежды Все наши Чаяния Ожидания Четвернадцатый И разговаривали Между собой О всех Стих Событиях У них Достаточно Было Времени И Они Пытаются Это понять Пытаются Я думаю Действительно Эти события Последние недели Особо Так вот стояли В их В ихнем понимании В ихнем сознании Получилось Что За что Ведь Ничего достойного Смерти В нем Не было И Они Идут Размышляют Идут И Разговаривают Между собой О всех этих Событиях И когда Они разговаривали В пятнадцатый Стих И рассуждали Между собой И сам Иисус Приблизив Существ Пошел С ними На глаза Историй И Знаете Когда читаешь Эти события Смотришь Насколько Любовелен Господь Насколько Он В милости Своей Подходит К людям Сострадает Им Как бы Нисходит До их Него положения Я могу сказать Я это все Говорил Я это Как бы Вы все Это знаете Почему Но он В таком Знаете Он говорит О чем О чем Вы рассуждаете Что тревожит Вас И Мы знаем Что Господь Господь готов Отвечать Господь хочет Нам отвечать Весь вопрос В том Что Вот эти Как бы Какие-то Проблемы Стоят перед нами Мы не видим Того Кто Кто хочет Нам помочь Кто может Нам помочь Как подобно Мария Да Она стоит И плачет Буквально Слезы Закрывают Глаза Она не видит Кто стоит Перед нею Садовник Скажи Если ты унес Его То скажи Куда ты его Положил Господь говорит Мария Это же я Я специально Для того И пришел Чтобы взять Взять твои грехи Взять твою боль Взять твои слезы И пригвозить на кресте Я специально Для этого И пришел Чтобы и воскреснуть И вот Они рассуждают Но глаза Их были удержаны Он же сказал им О чем это Вы Идя рассуждаете Между собой И от чего Вы печальны И Не знаете Как будто Этого и ждали Кстати Он заметил То что Мы печальны Да Действительно Господь Замечает Господь знает Если даже Мы этого Не замечаем Нам кажется Что что-то Упущено В его В его плане Он чего-то Не заметил Но он Видит Все это Он знает Знает Наши переживания Он говорит От чего Вы печальны 18 стих Один из них Именем Клеопа Сказал ему В ответ Неужели ты Один из пришедших В Иерусалим Не знаешь О происшедшем В нем В эти дни Знаешь Что в эти дни В это время Было действительно Много людей В Иерусалиме Потому что На праздник Должен был Собраться Все мужчины Нужны были Собраться И очевидно Там происходили Множество событий Господь говорит О чем Что тревожит вас Что у вас На сердце И Дальше Они говорят Что Об Иисусе Неужели Ты един из Пришедших В Иерусалим Не знаешь О происшедшем В нем В эти дни Они сказали Что было С Иисусом Назарянином Который был Пророк Сильный В деле И слове Перед Богом И всем народом Как предали его Перевсеченники И начальники Наши Для осуждения На смерть И распили его Не могли они Забыть тех чудес Которые они Сами видели Которых они Слышали И которых они Потом еще Говорили другим Людям Не могло Это просто так Знаете Уйти из памяти Из ихнего сознания И Иоанн Потом пишет Что О том Что видели Что слышали Что остязали Что мы трогали В слове жизни Об этом мы говорим И они И тут Рассаждают Обо всем этом Они говорят Об этом Иисусу И они вспоминают Эти все события Вспоминают Этих людей Этих персонажей Помнишь Помнишь был такой Слепой Как его звали Вартимей Да Это был Вартимей Он сидел Просил Милостыню Но пришел Иисус И дал ему Зрение Каким образом Как это получилось А помнишь Была Девочка Маленькая Дочь Начальника Одного Да Это была Дочь Яира И Нас позвали Но мы буквально Чуть-чуть Опоздали Мы чуть-чуть Не успели И И она умерла А ей это всего Сколько было Лет 12 Да ей еще жить И жить как бы Да По нашим меркам Но ты знаешь Пришел Иисус И он каким-то образом Вернул ее к жизни И они удивлялись Всем этим событиям Они удивлялись И я думаю Что не могло Это просто так Знаете Испариться Из их сознания А помнишь Как он говорил Действительно Он говорил Как Как никто Так не мог говорить Может быть Это было Может быть Не всегда мы понимали Его слова Но вот эти слова Они как-то Оставались в сердце Основались в сознании Они заставляли нас Смотреть на мир По-другому Так как мы раньше Этого не знали Раньше этого Не представляли даже Он знал Как разговаривать С книжниками Как разговаривать С фарисеем Так что они потом Больше не спрашивали его Он отвечал так И мы видели Что действительно Сила была в его словах Казалось Он может сделать Все что угодно Ну почему же Ну как же так Ну Первосвященники Нашли в нем Конкурента Наверное Своего Они видят Что за ним Идет народ А они остаются В стороне Мы столько надежд Возлагали Мы думали Что наконец-то Пришло то время Когда он избавит нас Как Моисей Вывел народ Как Давица Как один из пророков Но вот И они Знаете Оно совсем тем Уже три дня Он во гробе И все Все то что мы ждали Все то что Чего ожидали Неужели у нас Нет больше надежды Почему он Все это не остановил Ведь он мог Он имел Имел эту силу Действительно в нем Была эта сила Но некоторые женщины Из наших Изумили нас Они были рано у гроба И не нашли тело его И придя Сказывали Что они видели Явление ангелов Которые говорят Что он жив И пошли Некоторые Из наших Гороб И нашли Так Как и женщины Говорили Но его Не видели Тогда он Сказал им О несмысленной И медлительной Сердце Чтобы веровать Всему Что предсказывали Пророки Не так ли Надлежало Пострадать Христу И войти В славу Свою И начав От Моисея Из всех Пророков Изъяснял им Сказанное О нем Во всем Писании Когда возникают Такие Похожие Вопросы Похожие Ситуации Может быть Тяжело на сердце И человек Ищет ответа Где его найти Кто может Дать этот ответ Господь говорит Что я рядом Я всегда готов Выслушать То что ты хочешь Сказать мне И даже Я буду слушать Если даже Ты думаешь Что я Узнаю это Только из твоих уст Я все равно Буду это слушать Я все равно Буду это слушать И даже Потому что У меня есть Свой план И я хочу тебе Показать Что я хочу От тебя Или вообще Через все эти события Я все равно Готов Выслушать То что у тебя Есть на сердце Как-то мы размышляли Что Иисуса может найти Человек Только который Действительно Ищет его Который Хочет Быть с ним В общении Христос говорил Что блажены Нищие духом Блажены те Которые Ищут его Которые Нуждаются В нем Даже если Это Как бы Знаете Особо Если это Последняя надежда Есть за что Зацепиться В противном случае Эта жертва Этот подвиг Он не будет Настолько оценен Он не будет Понят человеком Таким Сверх Знаете Самодостаточным Человеком И Христос говорил Что я пришел Для того Чтобы взыскать И спасти погибших В другом месте Он говорит Я Нездоровые Имеют нужду Во враче Но больные И знаете Через что Господь отвечает Вот этот Последний стих 27 стих Я Просто и понятно Христос говорит Что Начал от Моисея Из всех пророков И изъяснял им Все Сказанное о нем В Писании Господь в первую очередь Объясняет Открывается Через слово Люди пытаются Часто найти Какой-то ответ В жизни Как это Вот так Почему Где Но Господь Говорит Я через слово Своё объясняю Я в слове своем Хочу тебе дать ответ Я сегодня Хотел бы призвать Каждого из нас И Эти конечно Слова Они в первую очередь Для меня звучат О том Как важно Пребывать в его слове Как важно Постоянно Углубляться В его слове Познавать его Пытаться Понять его волю Почему Господь совершает Вот то или вот то И это Самое непосредственное Откровение его Для каждого из нас И для меня лично И помните Когда он возносился От земли Он говорит Идите Научите все народы Крестья И Уча Повелевать И Уча их соблюдать Все что я повелел вам Уча соблюдать Все что я повелел вам Чему бы они учили Если бы они не знали Что Господь повелел Его воля Она в его слове В Библии Другой вопрос Когда он говорит дальше Что вы медлительны Чтобы веровать Нам нужно это слово Нам нужно Понять Знание это И дальше он говорит Что вам нужна вера Чтобы применять это слово Но знаете Часто мы можем Как бы Винить кого-то И Находить какие-то Изъяны в другом Почему Вот те не верят Почему те не верят Но знаете Опять же Возвращаясь к событиям В Украине Потому что это Как бы близко Через все Это люди проходят И знаете Читаешь комментарии Знаете Как все в один голос Говорят Вот ты знаешь Если бы раньше Вот такое мне сказали Если бы раньше Сказали Что в моем городе Будут там ходить Вооруженные люди И если в моем городе Будут ездить танки И знаете Как буквально Как в один голос Говорят Я бы никогда не поверил Я бы никогда Этого не принял Я не мог бы В это никогда поверить Но Господь допускает это Зачем нам Смотреть Пожалуйста Смотрите Люди сами говорят Что я бы В это никогда не поверил Павел говорит Что То есть важность пребывания в Его Слове и важность верования в Слово Его, доверия Его Слову. И Павел говорит, я напоминаю, как мы читали, хотя вы это все знаете, он говорит, я еще раз обращаю ваше внимание на то, что все это произошло. Что произошло, оно было в соответствии с Его Словом, в соответствии с тем, как было написано в Писании. Все это было, как отец сказал через пророков, как Господь Бог сказал через пророков. И все это было в строгом соответствии. Поэтому, да поможет нам Господь, чтобы мы, вникая в Слово Его, находили для себя утешение. Потому что действительно, в Его Слове утешение, действительно, в Его Слове есть надежда для каждого из нас. А нам, да поможет нам в этом Господь, а Ему за все слава. Аминь. Отец небесный Господь, тебе слава, тебе благодарность за тот великий план, план спасения, человечества, за то, что Ты спас и каждого из нас. Благодарю Тебя за Твую великую любовь, за Твую граничную любовь. Слава Тебе за то, что Ты в Слове Своем оставил волю Свою, Господь. Слава Тебе за то, что Ты оставил это Слово для нас. В Нем можем находить утешение для себя, в Нем можем находить надежду для себя, Господь. Благодарю Тебя за то, что Ты любишь нас. И каждый день Ты желаешь я видеть силу Свою в каждом дне, Господь, как тогда, так и сейчас. Я верю, что Ты благословишь, Господь, нас в дальнейшем. Слава Тебе за это время, когда мы можем Слово Твое открывать, когда Слово Твое звучит за это тихое, спокойное время. Благослови нас, Господь, внимать словам Твоим и жить по воле Твоей. Да прославишься Ты в жизни каждого из нас, наш Бог, Отецный Дух Святой. Аминь. При кресте Иисусе стояли Его Матерь и сестра Его Матери Мария Клеопова и Мария Магдалина. От Иоанна, 19 стих, 19 глава, 25 стих. Мать у креста, она стояла у креста, ей все казалось странным, лицо распятого Христа и этот крест и раны. Горячих слез, соленый вкус и черная одежда, сын на кресте, ее Иисус, любовь ее, надежда. И опустилась в сердце ночь, темнее не бывает. О, эту боль не превозмочь! За что мой сын страдает? Зачем, о, Господи, за что? Кто дать ответ ей сможет? Не иссякает слез поток. Сын был всего дороже. Стояла у распятия мать, от горя чуть живая. Видна была седая прядь под черным покрывалом. И не скончались со слезами под черным покрывалом. И не было конца слезам, Мария вспоминала. Как врос он на ее глазах, как на руках качала. Как помогал во всем отцу, был кроток и послушан. Как в тридцать лет оставил дом. И меч прошел ей душу. Мой сын, мой сын слетала с уст. Но я же знала, знала, что ты мне Богом дан, Иисус. И снова вспоминала, как ангел Божий ей сказал О неземном ребенке. О будущем он промолчал. Все скрыл вуалью тонкой. О, если б знала я тогда, что буду здесь стоять я, Что сына краткие года закончатся распятием. Я не сказала бы слов тех. Твоя да будет воля. Увидеть сына на кресте страшнее нету доли. Я знала, нет плоти плоть. Был сын, рожденный мною. Тем тяжелее, о Господь, и тем больнее ноет. Моя душа, мне не понять твоих небесных планов. Я только мать, я только мать. И перед глазами раны я видела, как он служил. Вот этим падшим грешным. Не для себя, для них он жил. Каким был добрым, нежным. Он истелял больных детей, слепых и прокаженных. И вот висит он на кресте. Иисус мой пригвожденный. Стояла у Голгофы мать, рыдая безутешно. О, если мне ее обнять и подарить надежду. Друг друга неуслышим мы. Столетия между нами. Мать плачет, можно бы омыть весь крест ее слезами. Не утихает боль в груди. Сын умер смертью крестной. Не плачь, Мария, подожди. Он в третий день воскреснет. Твой сын Иисус был в мир рожден обычным человеком. И как Господь воскреснет Он и будет жить вовеки. Я точно знаю, царь царей. Родился нам Мессия. Воскреснет утром на заре. Не плачь, не плачь, Мария. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он живой, видит он тебя Он живой, слышит он тебя Он живой снова И верное слово Крам его построит за треня Он живой, видит он тебя Он живой, слышит он тебя Он живой снова И верное слово Крам его построит за треня Аминь И день и ночь они напоминают Вот он, посмотрите, чудный Бог Хвала Христу, хвала от сердца Мы воспоем подвиг Христа И всегда будем помнить и любить Как возлюбил он этот мир Святую кровь и невинную пролив И все вокруг мы видим Созерцаем Будто бы в сознании понимаем Но почему сердца не принимают Доброго любимого Творца Хвала Творцу, хвала от сердца Мы воспоем подвиг Христа И всегда будем помнить и любить Как возлюбил он этот мир Святую кровь и невинную пролив Сегодня благодать и день спасения Завтра нет, не отложи на время Но призови Христа, святое имя Пусть оно коснется и тебя Хвала Христу, хвала от сердца Мы воспоем подвиг Христа И всегда будем помнить и любить Как возлюбил он этот мир Святую кровь и невинную пролив В Аллах, хвала от сердца Мы воспоем подвиг Христа И всегда будем помнить и любить Как возлюбил он этот мир Святую кровь и невинную пролив Христос воскрес! Будем читать из послания Ефесянам 5 глава 5 глава стихи 8, 13 и 14 Второй день мы продолжаем праздновать День Светлого Христово Воскресения Вообще, этот праздник, он особенный тем Что, ну, во-первых, случилось то, чего не может быть Мертвый воскрес! А во-вторых, в традиции Но я немного коснусь славянских традиций Поскольку мы славянская церковь Нам это будет через это Ближе понять те истины, которые Излагает Библия О том, что Эта седмица считается Каждый день В этой неделе считается Воскресеньем По календарю Все семь дней и восьмой Итого, эта неделя считается Восьмидневной неделей Она является символом Вечной жизни То есть, то, чего не бывает вообще в году В этом случае бывает И вот эта светлая неделя Так и называется Светлая седмица По народным Таким традициям По верованиям Считалось, что На этой, на пасхальной неделе В небесах открыты ворота В рай Если кто случайно умрет В это время Тот попадает в рай Сразу без всяких Без аппликаций Без интервью Напрямую То есть, все очень просто Да Это так людьми воспринималось Просто для того, чтобы Чтобы Сохранялось Ощущение Праздника Сохранялось Ощущение Исключительности События То, что Совершилось Иисусом Христом В это время Запрещались Посты Самые благочестивые люди Если они Хотели вдруг Поститься Это считалось Грех Исключительный случай Что поститься Именно Грех Нужно только праздновать Что еще Еще хочу Заметить Что Любому Желающему В эту Светлую Седмицу Не знаю Как в настоящее время А в старину Можно было Взобраться На церковную колокольню И звонить В колокол Как хочет Так и звонит Представьте себе Звонарь Обучается Своему искусству Он должен звонить Правильно Если неправильный Звонарь Это же все услышат Скажут Это что такое Но в пасхальную неделю Как бы ты не звонил В колокол Ты звонишь Правильно И Истина Которую Сообщает нам Слово Божие Через Воскресение Иисуса Христа Что все Что бы ты ни делал Вдруг это Исключение То что случилось Оно Возводится в правило У тебя Вдруг появляются Такие права Которых раньше не было Сегодня Ты вполне Законный Правильный Звонарь Такой как и другие Искусные Потому что Это светлая Неделя Я прочитаю Этот текст Пятая глава Восьмой стих Тринадцатый Четырнадцатый Вы Были некогда Тьма А теперь Свет В Господе Поступайте Как Чадо Света Все же Обнаруживаемое Делается Явным От света Ибо все Делающийся Явным Свет Есть Посему сказано Встань Спящий И воскресни Из мертвых И осветит Тебя Христос Вы Некогда Были Тьма А во тьме Самое Разумное Что делать Это только Спать Недаром Мудрые евреи Говорят При любой Непонятной Ситуации Ложись спать И пока вы были Во тьме Это было Самое Разумное Но вот Явился свет И этот свет Который Явился Воскресением Он дает Все Вокруг Дает нам Способность Ориентироваться В пространстве Он Наделяет нас Способностью И теперь мы можем Куда-то пойти Теперь мы можем Делать то Что до сих пор Мы не могли сделать Если раньше мы бы Расшибли лоб Или споткнулись Или упали Нет Теперь мы можем Теперь у нас Появляются такие Способности Которых раньше не было Что-то в нас изменилось Нет Изменилось в том Что явился этот свет И вот теперь Явился свет И все Обнаруживаемое Делается явным От света И все делающийся Явным свет Есть Пора проснуться Воскреснуть Из мертвых И да осветить Тебя Христос Апостол Павел Говорит «Посему сказано» Кто найдет Где это сказано? Встань спящий И воскресни из мертвых И осветит тебя Христос Не трудитесь Не найдете Буквально Буквально Такой фразы нету И по-разному Объясняют Толкователем Они говорят Возможно Павел Вольно адаптировал Слова Исаии О том Что явится свет С воскресением Иисуса Христа Но самого слова Христос здесь не было Другие мнения Что возможно Павел здесь Приводит Слова Из песен В то время Уже была сложена Песня о воскресении Иисуса Христа И в ней Были эти слова Представьте себе Ну ладно Мы это услышали Приняли Думаем Ну ладно хорошо Павел цитирует Либо цитирует Песню Либо он Приводит Делает Вольную адаптацию Библейского текста Но В те времена Тем более Павел Как Равин Прекрасно знали Что такое Недопустимо Ни в коем случае Всегда Если Учитель Израилев Цитирует И говорит Сказано Будь добр До иоты До единой правил До буквы Чтобы все было четко Именно и скажи Кто сказал И когда сказал И в каком месте Иначе ты просто не прав Иначе ты не смеешь А Павел смеет Он нарушает Он как тот Пасхальный звонарь Он понимает Что сейчас Я имею право Это сделать Сейчас Исключение В случае Воскресения Иисуса Христа Я могу делать То чего Раньше я Не осмеливался Воскресение Иисуса Христа Дает нам Определенные Свободы Эти свободы Они не для Угождения плоти Конечно Эти свободы Они конечно Не для того Чтобы Ну Жить для себя Эти свободы Для того Чтобы быть Чадами Света Я еще Немного Коснусь Вернусь Опять же К нашим Славянским Ценностям Просто потому что Народные традиции Они передавая Торжество Праздника Передавали Не его пышность Не величие Этого события Но наоборот В простоте И в доступности В доступности Великого То что раньше Было великое К чему раньше Трудно было О чем Страшно было Подумать Настолько оно было Святое Теперь оно становится Доступным Оно становится Близким Ясным И понятным Как при свете дня Шмелев Иван Сергеевич Кто-то читал Его книги Русский писатель Эмиграции На закате Своей жизни Он написал Книгу Воспоминания О том Как он был еще Маленьким мальчиком И он написал Как праздновали Церковные праздники Тогда В селах В России И он пишет От лица Как раз Того маленького Девятилетнего мальчика Такие слова Кажется мне Что на нашем дворе Христос И в коровнике И в конюшнях И на погребице И везде В черном крестике От моей свечки Пришел Христос Все для Него Что делаем Двор Чисто выметен И все уголки Почищены И под навесом Даже где был навоз Необыкновенные Эти дни Христовые дни Мне теперь Ничего не страшно Прохожу темными сенями И ничего Потому что везде Христос 2 Коринфянам 4.7 4.6 Потому что Бог Повелевший Из тьмы Воссиять Свету Озарил Наши сердца Дабы Просветить нас Познанием Славы Божьей В лице Иисуса Христа Этот свет Вдруг Дает нам Способность Видеть Что везде Христос Этот свет Бог Повелевший Воссиять Из тьмы Дает нам Способность Обнаружить Что если мы раньше Не видели Где Он Христос Как до Него Докричаться Как до Него Домолиться А теперь мы знаем Что Он везде И ничего не боюсь Я знаю Что Он везде Иисус Христос Когда Явился Он Все Люди Ходили за Иисусом Христом Множество народу И У каждого Были свои Интересы Очень Многим людям Что-то от Него Было нужно Пока Он был живой Но Вот Когда Он Умер Не так Много Оказалось Тех Кто Ну Решил Оказаться Близко с Ним Наверное Разум Подсказывал А какой смысл идти К умершему человеку Наверное Здравый смысл Подсказывал Что А Какая разница Умершему телу Что будут его мазать Ароматами Или не будут Ведь Он Умер Но Женщины Мироносицы Которым Явился Которые Стали Первыми Благовестницами Они Стали Они Стали Ну Первыми Свидетелями Можно сказать Воскресение Иисуса Христа Не считая Стражи Просто потому что Их к нему Влекла Любовь В Любви Трудно найти Какое-то Рациональное Зерно Обнаружить Его Но так получилось Что они Сами того Не понимая Вдруг Поступили правильно Они Поступили Правильнее всех Тех Учеников Которые Прятались Они Поступили правильнее Тех Кто разочаровался Они Ишли Не воскресшего Учителя Искать Они Может быть Не имели Много Надежд Но Было в них Что-то Какая-то Та Движущая Сила Которую Они Сами В себе Не могли понять Но именно Она И оказалась Правильной Именно она И Привела их В нужное Время В нужное место И вот Вот это вот Наша Жизнь Движимая Любовью К Иисусу Христу Она Является Хождением В том Свете О Котором Мы говорим О Котором Мы сейчас Слышали Она Оказывается Освещает нам Путь Таким образом Что мы Совершаем Правильные Поступки Мы Мы делаем Правильные Решения Может быть Не всегда Даже об этом Догадываясь Потому что Однажды Родившись В нашем Сердце Любовь к Иисусу Христу Ее Достаточно Для того Чтобы Встретить Живого Иисуса Христа Даже если Мы не обнаруживаем В себе Веры Для того Чтобы увидеть Его Именно воскресшим В воскресении Чудо Воскресения Иисуса Христа Оно Не Только В том Что Христос Оказался Бессмертным Что Он Воскрес Но мы же понимаем Что Он Бог Мы же понимаем Что это для него Ну И для Бога Это было возможным Воскресить Своего Сына Представьте себе Великим чудом Воскресения Которое мы празднуем То Что Воскреснув Христос Пожелал Явиться Людям И Он Пожелал Им Явиться И Он Сказал Что Два Евангелиста Пишут О том Что Идите И скажите Братьям Моим Марии Он говорит Идите Возвестите Братьям Моим Восхожу К Отцу Моему И Отцу Вашему И Богу Вашему Всем нам Знакомое место Иоанна 3,16 Ибо так Возлюбил Бог Этот мир Что Отдал Сына Своего Единородного Дабы всякий верующий В Него не погиб Но имел Жизнь вечную Любовь Бога К нам Когда мы говорим Что Бог отдал Сына Своего Единородного Давайте Помнить Что Он отдал Не только на крест Он отдал Своего Сына Единородного Воскресшего Ведь Он мог бы Сказать Ну все Я выполнил Твою волю Боже Давай Уйду из этой земли Уйду Вместо Своего Жительства Жертва Заплачена Но Он Так не сделал Он очень пожелал Увидеть Или Представьте себе Что те Женщины Которые пришли Ко гробу И вот Явился им ангел И сказал бы В радость Вам сообщаю За все Ваши грехи Принята Жертва Все Свободны Спасибо До свидания Как бы Повели себя Женщины Ну вот Я не знаю Мне кажется Они бы сказали Какие грехи О чем ты говоришь Ты нам скажи Где Христос Вот что нам сейчас надо Где Христос И все И больше ничего нам не рассказывай Подумайте об этом Очень много есть технологий для евангелизации Неверующим людям И им задают вопросы А хочешь ли ты иметь вечную жизнь Или А хочешь ли ты избежать ада И так далее Все это в какой-то мере работает И все это имеет свой резон Но есть очень важная причина Которая не имеет никакого резона Но она выше всех Она достойнее всех Она светлее всех Это любовь к Иисусу Христу Мне во что бы то ни стало Нужно его увидеть Мне во что бы то ни стало Необходим этот свет И мне не важно Все остальное Это только дополнение И они В этом своем настоянии В этом своем состоянии Жажды По Иисусу Христу Они его и обнаружили И представьте Оказалось Что это обоюдные желания были Как желание этих женщин Просто увидеть Христа Они не думали ни о каком богословии Так и желание Иисуса Христа Не уйти сразу к своему отцу Но все-таки Встретиться с ними С учениками И назвать их друзьями Сравните В Ветхом Завете Кого называли другом Божиим Авраама Да? Много еще было друзей у Бога Ну если были Единицы может быть А тут он говорит Все этой толпе Это все мои друзья Что они Такими святыми стали? Что они Стали вдруг Какими-то героями? Да нет же Христос стал героем И он Пошел на все Только для того Чтобы называть Нас Своими друзьями Он заплатил Сколько смог Не для того Не только для того Что Бог от него Этого потребовало Он проявляет послушание Потому что он Очень-очень хочет Быть нам Другом И в этом как раз И есть Состояние То что называется Быть Чадами Света То о чем мы прочитали Эфесианом 5.8 Мария Когда Услышала Благовестие О том что Родится от нее Сын Она Сказала Таки слова Явил Силу мышцы Своей Рассеял Надменных Помышлениями Сердца их Низложил Сильных С престолов И вознес Смиренных Алчущих Исполнил Благ Обогатящихся Отпустил Ни с чем Воскресший Иисус Христос Не пошел К Пилату Он не пошел К Ироду Не к Каиафе Разобраться Ну что Теперь скажете Он сделал для них Мне кажется В моральном плане Самое худшее Он их просто Проигнорировал Представьте себе Сильный ангел Который явился К гробнице Он вообще ни слова Не сказал Никого пальцем не тронул Что там стража попадало Непонятно И он просто Пришел камень отвалить От гроба Его Не интересовала Проблема Его врагов И то что Мария говорит Богатящихся Отпустил Ни с чем Если кто-то Богатящийся Если кто-то Обременен Какой-то гордыней Если кто-то Помышляет О себе Что он имеет Какой-то багаж Такой который Дает ему гарантию Или еще чего-то Но попросту Не любит Христа Попросту Не Алчит И не жаждет Иисуса Христа Он А вдруг остается Ни с чем И страдают люди От того что Говорят Хожу в церковь Ухожу Оттуда пустой Ухожу ни с чем Может Это состояние Богатящихся Может Не хватает Этой жажды Пора заканчивать Я напоследок Прочитаю Слово Которое Тоже по традиции В пасхальный день В день Христового Воскресения Веками читали В церкви Это слова Многие знают этого человека Иоанн Златоуст Если просто Кто Благочестив И Боголюбив Тот Пусть Насладится этим Прекрасным И светлым торжеством Кто Раб Благоразумный Тот Пусть Войдет В радость Господа своего Кто Потрудился Постясь Тот Пусть Возьмет Ныне Динарий Кто Работал с первого часа Тот Пусть Получит Сегодня Должную Плату Кто Пришел После Третьего Часа Пусть Нисколько Не Беспокоится Ибо Ничего Не Лишится Кто Замедлил До Девятого Часа Нисколько Не Сомневаясь Ничего Не Боясь Успел Только Отдает Честь И Расположение Хвалит Итак Все Войдите в радость Господа нашего И первые и вторые Получите Награду Богатые и бедные Ликуйте друг с другом Воздержанные и нерадивые Почтите этот день Постившиеся и не постившиеся Веселитесь ныне Трапезо обильно Насыщайтесь все Телец велик Никто пусть не уходит голодным Все наслаждайтесь Пиржеством веры Все пользуетесь Богатством благости Пусть Никто не жалуется На бедность Ибо Открылось Общее Царство Никто пусть не плачет О грехах Ибо из гроба Воссияло Прощение Никто пусть не боится Смерти Ибо Освободила Нас Смерть Спасителя Он Истребил ее Быв объять ею Он Опустошил Ад Сошедший во ад Огорчил того Который Коснулся плоти его Об этом Иисайя Предузнав Воскликнул Ад Говорит он Пришел в движение Ради тебя Он огорчился Ибо стал праздным Огорчился Ибо посрамлен Огорчился Ибо умер швлен Огорчился Ибо не зложен Огорчился Ибо связан Он взял тело И нашел в нем Бога Взял землю И светил в ней Небо Взял то Что видел И подвергся Тому Чего не видел Смерть Где твое жало Ад Где твоя победа Воскрес Христос И ты не зложился Воскрес Христос И пали бесы Воскрес Христос И радуются ангелы Воскрес Христос И водворяется жизнь Воскрес Христос И мертвого Ни одного Нет во гробе Ибо Христос Воскресший из мертвых Первенец Из умерших Ему слава и держава Во веки веков Аминь Аминь Помолимся Господь наш Благодарим тебя За это светлое воскресение Иисуса Христа За то что ты так возлюбил Этот мир Что отдал своего сына И на страдания Для искупления нас от грехов И отдал нам его Воскресшего Чтобы мы стали ему друзьями Чтобы мы ходили во свете Чтобы мы были чадами света Чтобы в этом свете Мы как чада света Получили способность Быть служителями Завета нового Закона жизни Закона воскресения Закона тех исключений Которые невозможны Но Твоей силой И Твоей любовью Они возможны Исполни нас Так же Ради Твоей славы Этой же любовью И этой же силой Во имя Иисуса Христа Аминь Твоей 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 Продолжение следует...